Суд прекратил уголовное преследование в отношении Роберта Кочаряна и остальных по части первой статьи 300 Уголовного кодекса. По остальным статьям процесс будет продолжен. Ереван ориентирован на широкое и долгосрочное военно-техническое сотрудничество с Москвой. Никол Пашинян дал интервью Интерфакс. Важны правда и справедливое признание истории. Байден должен использовать термин «геноцид армян». Los Angeles Times опубликовал статью. Убежден, что наше общество сможет сформировать легитимные власти. А мы в контактах с гражданами представим наши программы и цели на ближайшие годы. Никол Пашинян о предстоящих выборах в Армении. Европа должна это видеть и понять, что была война. Вчера европарламентарий от Франции посетил Яроблур. И статистика коронавируса по Армении. Сегодня выявлено 760 случаев заболевания коронавирусом. 712 человек выздоровели, 13 скончались.